Есть оценки на количество ларушек? Нет, нет никаких оценок. Явно как-то конструируются специальные примеры, то есть доказать, что такое, когда они есть. В каких случаях это экзотические, может не экзотические, но явно строятся какие-то специальные примеры. Поэтому доказать, что такого типа и заключение количестве. Численные, только есть численные какие-то попытки. Численные тоже, они зависят. Они тоже, судясь от численных попыток, хотя бы потому, что система, которая обнаружила, когда один из матричных элементов оператора взаимодействия равен нулю, это система нулевой мер. В общем, множка всех, на самом деле, всех манитых матриц, как только матрицы, в которых один из матричных элементов равен нулю, это множка нулевой меры. И как случайно, как-то генерируя такие матрицы, мы не попадем в них. То есть здесь какие-то специальные свойства. То есть по численным экспериментам, результатам сложно судить. Вот нерегулярный контролинг воли общества. Это правильно? Матриц может быть невыгрызан или невыгрызан? Значит, нерегулярный, это где YKB не имеет максимальный рак. Таких управлений они имеют мир ноль. Их меньше? Их меньше, их меньше, да. Они имеют мир ноль. Ну, как говорится, это на самом деле не важно, потому что, ну, точнее, важно не только количество, это, так сказать, область, конечно, поддержения у каждого локального максимума, у каждой ловушки, большая или маленькая. То есть тут многого уже... Сразу надо ввести это понятие общего контроля, включающего и регулярный, и нерегулярный. Ну, так это и есть. И для него поставить ваш вопрос. Вы ставите вопрос о локушках либо для максимального рамка, либо для немаксимального. А, возможно, контроль, когда и то, и другое причина. Значит, мы ставим как раз этот общий случай. А дальше общий случай включает вот эти два частных. Разбиваем его на два. Он является объединением. Вот этих двух, не пересекающихся частных случаев. И для общего, вот, ответ такой, что для n равно два, ни те, ни другие не являются ловушками. То есть ловушек нет вообще. Общее управление не является ловушками. Для n равно бесконечности. Ну, в этом смысле, опять же, как было то же самое. А для n больше двух и меньше бесконечности, для систем с некоторой специальной симметрией регулярные уравнения не являются ловушками, а нерегулярные управления некоторые являются. А общее? Ну вот, вот это и есть общее. То есть общее... Нет, это очень важный класс вариаций функционала. Общее является либо регулярным, либо нерегулярным. Вот так. Других нет. Ну ладно. Других нет. Прошу раз. Пожалуйста, задать вопрос про задачу коэффициента прохождения. Во-первых, каково там многообразие тех v, на которых достигается максимум единичный? Не верно ли, что задача по минимизации этого коэффициента в классе данных управлений не имеет решения? Ну, коэффициент прохождения, он срок положительный, поэтому да, в этом плане не имеет решения. Ну и как бы здесь... Ну, собственно, это видно даже вот из той функции, где коэффициент прохождения как функция оператора монадонии написано, там даже видно, можно понять, что... Это условие пьер, у кого-то, у вторых вот, да. То есть, так подробно я не описывал, опять же, оператором монадонии можно призвать с комплектным числом и некоторым функционом от нуля до двух пи. И тогда коэффициент прохождения выражается вот таким образом. z, это комплектное число, вот здесь, максимум. Да, да, соответственно, вот минимум здесь не достигается. Да. Ну, можно это ввести к примеру по потенциалу? Ну, есть, конечно, есть цены, не только любые... Я не знаю, описан ли весь вклад этих потенциалов, но, конечно, примеры есть тут. Примеры этих потенциалов тут в виде прямоугольных имеются. Как раз нет, для открытых систем, я сказал, почти ничего не известно. То есть известно только, что регулярные управления не являются наушками. Но регулярные такие. Да. Регулярные, я так понимаю, регулярные эти типы вот когда-нибудь еще наушникового строя. Нет, нет, регулярные это такое, что вот отображение из пространства управления на, в данном случае на нагобразии штифеля, имеет максимальный ранг. То есть это означает вот, что варьируя произвольным образом управления, ну, потайно, вокруг регулярно, мы можем двигаться во всех направлениях на нагобразии штифеля. Нерегулярные, соответственно, такое управление, что произвольные вариации вокруг этого управления позволяют нам двигаться только в некоторых, но не во всех направлениях на нагобразии штифеля. То есть есть у нас ограничения. Вот в этом плане. В каком смысле здесь понимается слово «ловушка» в данном случае? То есть некий потенциал, который локализует движение частиц? Значит, да, вопрос по терминологии правильный. Ловушка понимается в смысле, что это ловушка не для частицы, а для алгоритма, который ищет оптимальную форму потенциала. Вот есть у нас задача. В каком смысле? Ну, мы хотим получить некоторые значения коэффициента прохождения, например. Ну, вот там, да. У вас там написано, что вы это связываете. Да. Время отсутствия ловушек, значит, тест является к единичке. Да. Но дело в том, что, конечно, есть так называемые безотражательные потенциалы. О них можно, наверное, говорить. Да. Но вы тут рисовали произвольный потенциал, для частицы заданной К, побежит заданной энергией. Но для заданного потенциала, для заданного К, коэффициент прохождения вообще не работает. Правильно. Поэтому задача ставится следующая. Вот найти потенциал, который обеспечивает заданный коэффициент прохождения. Вот. И найти его, например, ну, не знаю, всегда ли вот аналитически может быть не удается, значит, пусть мы ищем его с помощью каких-то, например, градиент там, например, методов, в каких-то локальных методах. Тогда вот ловушкой называется такой потенциал, который является ловушкой для вот этого. Для нашего градиентного метода. То есть потенциал, в котором социальный процент коэффициент прохождения имеет локальный максимум. Вот, с помощью локального, с помощью гридентного метода мы ищем потенциала. В некоторых тема, а не обязательно не ищу? firefighter не обеспечивает. Не обязательно, ищу, конечно, да. Конечно, да. Любой. У меня вопрос по самому началу доклада. Там была сказана, что исходная картинка про молекулы. Лазерный импульс должен разорвать конкретную связь. Но в последующем докладе я не понял, где эта задача. Там как будто рассматривались другие задачи, связанные с переходами в атомах, например, через потенциальный барьер. Есть ли какие-то математические результаты по именно этой задаче? Оптимальный лазерный импульс для разрыва химических связей. Или это где-то было в докладе? Да, в докладе, может быть, я действительно так не обсуждался. Другие примеры тоже не обсуждались физически. Такую задачу можно ставить, если определить проектор на состояние с разорванной химической связью. И он, фактически, этот наблюдаемый, будет вот этим проектором. Проблема в том, что гибридного пространта в этом смысле, в этом случае оно довольно большое. То есть если ограничить, то порядка 10 в 5-10 в 6 степени размера, размерность гибридного пространства. А так вот формально можно определить. То есть вот этот проектор, ОО, это проектор на состояние с разорванной заданной конкретной химической связью. И тогда у нас получится вот такая задача. А можно так, вот наивный вопрос. Каждая связь имеет какую-то свою энергию связи. То есть, грубо говоря, почему бы не послать импульс соответствующей частоты равной энергии вот именно той связи, которую надо разорвать. То есть остальные не поглотят соответствующий потон, а вот именно вот эта связь поглотит и разорвется. То есть вот так наивно можно ли это задать? В простых случаях можно, но здесь такая, конечно, очень упрощенная картинка, где, конечно, для сложных молекул это, так сказать, подобрать, как правило, не удается. Почему? То есть неизвестна энергия связи или для сложных молекул проблема? Наверное, конкретную связь не удается идентифицировать. Ну, может быть, сложно, да, сложно, ну, скажем, они близкие, да, по энергиям, да, ну, например, некоторые связи, что они близкие по энергиям. И найти просто экспериментально, найти энергию довольно сложного, вот этого разрыва связи. Нет, это я не знаю, может быть, это не сложно, я тут не готов сказать, что сложно или нет, но, скажем, они близкие, вот эти связи близкие по энергии. Тогда просто более и более тщательно подобрать импульс, если мы знаем, что там есть близкие связи, просто более тщательно... Ну, что не удается, в импульсе, опять же, есть шумы всякие посторонние, вот, Поэтому подобрать не удается, и, как вариант, это использовать некоторую специальную форму в зависимости инкуса от времени, которая так позволяла бы... Это тоже задача детектирования, как возникает, когда у нас есть близкие по сфектральному свойствам мультфильмические вещества, и когда их еще мало концентрации по порядку, есть таких молекул, то тоже надо подбирать некоторую форму импульса. Формально, конечно, можно, если бы мы могли точно точно создавать лазерный импульс, но в данных условиях нет. Здесь действительно речь идет о том, что бомбиться одна молекула или бомбиться несколько молекул? В колбе это все бомбиться. То есть в колбе это много. То есть это вероятностный сам процесс. Это вероятностный процесс, да. То есть много этих не индивидуальных. Это не индивидуальные, да, это ансамбль есть, это все в колбе, это в растворе. Экспериментальные результаты здесь не очень хорошие, прямо так скажем, вдалеки до 100%. А вы еще говорили ионами бомбят. Правильно я поняла, что вместо фотона тоже какой-то ион? Нет, не ионами бомбят, а ионами управляют. То есть вместо этого у нас ионы и переходы есть некоторые. В смысле, вместо фотона и ион бомбят? Нет, вместо вот этой штуки ион бомбят. Вместо вот этой штуки ион. То есть другая задача. Есть ионы, бомбушки в каком-то потенциале, там есть некоторый аналитический спектр и будут управлять переходами в этом спектре. То есть это другая задача. А энергия вообще какого порядка тут есть? Несколько электронов бывает? Нет, я не то, что не помню. Я знаю, что бывают разные. Я знаю, вплоть до того, что есть работы, где, например, X-Ray используют X-Ray лазеры, гамма-базеры, по крайней мере теоретически, экспериментально. У Ольги Кочаровской есть, например, такая в Техасе, которая строит управление для возбуждения ядерных переходов, например. Ну, какие у них там экспериментально, не знаю. Ну, планируют и, опять же, не полной мощностью строятся сейчас довольно-таки мощные лазеры, которые тоже планируют здесь использовать для возбуждения ядерных переходов. Есть теоретические работы, да, которые пытаются, так сказать, рассматривать их применение для возбуждения ядерных переходов. В банкологике в своё время рассматривались такие вот тёмные состояния, с этими работами по основным действиям и так далее. Это вот явно не совсем то, что ловушки, но похоже, что это может быть связано. Потому что, типа, что у нас система поверена в пункт состояния и не уводится внешними возмущениями из него. Это может иметь отношение и к ловушкам в терминах вот этого самого вашего определения. Но это тогда, конечно, имеет отношение как раз к тому сложному случаю, который с ним не был разум. То есть, когда у нас открытая система и нерегулярная контроль. Здесь действительно были у меня некоторые обсуждения. Возможно, это имеет отношение и в том и другом случае используют термин ловушки, хотя несколько в разных смыслах. Вполне возможно, здесь есть какая-то связь, но пока, так сказать, точно, как-то сформулируясь, в чём она заключается, не ударится. Так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.